Доброго времени суток наши зрители, подписчики, а также клиенты зоомагазина Зоу Куб. В сегодняшнем видеообзоре мы будем рассматривать корм Брит. Производитель Чехия. Паппи Лэмп Энд Райс. То есть ягненок с рисом. Это полноценный гипоаллергенный корм с ягненком и рисом. Для щенков и молодых собак всех пород в возрасте от 4 до 12 месяцев. В его состав входит мука, мясо, ягненка, рис, куриный жир, сушеное яблоко, рыбий жир лососевых рыб, а также пивные дрожжи. Это основной его состав. Рекомендации по кормлению для щенков указаны в таблице. Как обычно можно увидеть, почитать и подобрать для своего любимца. А вкратце разделить можно на 3-5 равных порций и давать в течение дня. Корм нужно давать сухим или слегка увлажненным водой. Это в любом случае вам нужно делать комнатной температуры. Если вы даете корм Брид Кэр в первый раз, можете смешивать небольшое количество этого корма с другим. И в течение недели добавлять побольше, 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 тогда животное привыкает к этому корму. Естественно, ну как бы он и так супер премиальный. И по аллергейному в любом случае животное быстрое. Ну, так скажем, в кавычках, чтобы не травмировать животное. Но это так, опять же, в кавычках все дело. Так, что у нас... Давайте посмотрим на фракцию и замеры сделаем, как обычно. Ну, естественно, он, как обычно, жирный у нас, потому что если в составе идет лосось, вот я его беру, естественно, руки после этого уже нужно мыть, потому что они жирные остаются. Он довольно мелкий. Так, длина. Ну, вот среднюю, если брать. Ну, да, сантиметра даже и не дотягивает. 0,7. Это длина, ширина, если брать. 0,3. Так, запах очень классный у него. Что можно о нем еще сказать? В принципе, все, вкратце я сказал. Замеры мы сделали. Корм, естественно, зарекомендовал себя, как питание премиального качества, еще раз говорю, по доступной, опять же, цене. И, как всегда, в описании под роликом будет ссылочка на наш сайт магазина и zoku.com Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока и до следующего обзора. Субтитры сделал DimaTorzok